23 октября в акт вонсале главного корпуса РДН прошла вторая часть полуфинала КВН. В конкурсе приняли участие три команды – подфакеры, строгие папа и парашюты. Жюри состояло из актеров и авторов высшей лиги КВН. Игра состояла из четырех частей – приветствия, разминка, конкурса под названием «Бриз» и музыкального домашнего задания. Уже в конкурсе приветствия в лидеры выбилась команда парашюты. Интересно, что эта команда представлена всего двумя участниками. По словам одного из них, этим и объясняется название команды. Парашюты совсем не странные. Во-первых, это круто, что тебя что-то сверху держит, и ты никогда не упадешь в парашют. Во-вторых, парашюты пишешься через «ЗУ» и, соответственно, два «ШУТА». Все очень просто. Самая молодая из представленных команд тоже отличилась. Особенно запомнилось их выступление про семью Устуевых, про особенности и обычаи республики Тува. Санька! Санька с 2 млн! Санька! Санька! Санька с 2 млн! Санька! 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 Тише, я люблю тебя! Я тоже люблю тебя! Ты вечная любовь! Тихо, 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 Санька! Мы не можем оставаться в этом городе! Почему? Что случилось? Там можно бежать, понимаешь? Мы не можем не заставаться там! Почему? Я же родился на этой улице! Я вырос на этой улице! Я каждый день подметаю эту улицу! Что такое? Да в кредиты деньги взяла, надо валить из города. Команда «Строгий папа», несмотря на свое явно мужское название, была по преимуществу женской. О появлении этого названия нам рассказала одна из участниц команды. У Гали, которая отыгрывала армянку, у нее очень «Строгий папа». И мы когда думали, искали, назвали команды, он ее не пустил с нами посмотреть игру. Мы решили, а давайте назовем команду «Строгий папа». Да давайте. Безусловным лидером этой игры, по мнению жюри, стала команда «Парашюты». Одной из отличительных особенностей выступления этой команды было использование большого количества боевых элементов. Боевые номера, вы знаете, это тянется еще с «Шаолиня», где тибетские монахи их придумали. А мы всего лишь воплощаем это, как-то визуализируем, чтобы это было красиво на сцене. Это как бы новая такая фишечка, которая делает нашу команду такой новой, ну в общем, что-то в ней изюминка. Выступлением команды остались довольны не только многочисленные зрители, но и члены жюри и ведущие. Вот что сказал нам после игры Кирилл Кочурин. Я так как видел обратную сторону игры, весь процесс ее подготовки, могу сказать, что игра могла получиться еще лучше. Было. Куда даже с тем же материалом, с теми же людьми, с теми же командами могло быть еще чуть лучше. Но мне как редактору всегда этого хочется. Теперь «Парашюты» встретятся в финале с командой второй состав. И мы наконец узнаем, кто же в РУДН самый веселый и находчивый в этом сезоне. Наталья Калинина, Марина Белоусова. Новости ТВ РУДН.